С вами канал Science Daily. В Министерстве обороны России подтвердили, что 15 ноября действительно было проведено испытание, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1980-х годов. В результате образовалось более тысячи фрагментов космического мусора, движения которых можно отследить, и сотни тысяч более мелких неотслеживаемых обломков. Вследствие чего экипажу МКС пришлось укрыться в своих пилотируемых капсулах на случай, если обломки спутника попадут в станцию. Во-первых, вероятность попадания в небольшие пилотируемые модули гораздо меньше, чем в основные модули МКС. Ну а во-вторых, экипаж смогут покинуть станцию в случае необходимости экстренной эвакуации. Астронавты американского сегмента перешли в капсулу Crew Dragon, российские космонавты вместе с одним из астронавтов НАСА в корабль «Союз». И это было действительно волнующе, поскольку столкновение космического мусора с МКС привело бы к катастрофическим последствиям не только для членов экипажа МКС, но и для всего человечества. Ведь из-за столкновения двух крупных объектов в космосе мы могли бы вообще потерять возможность его использования. Теоретически, развитие такого сценария, при котором количество космического мусора на орбите делает непригодным ближний космос для его практического использования, возможно. Такое явление получило название «эффект» или «синдром Кесслера». Оно было описано специалистом НАСА еще в 1978 году. Коварство синдрома Кесслера заключается в «эффекте домино». Столкновение двух достаточно крупных объектов приведет к появлению большого количества новых осколков. Каждый из этих осколков способен, в свою очередь, столкнуться с другим мусором, что вызовет цепную реакцию рождения новых обломков. При достаточно большом количестве столкновений или взрыве количество лавинообразно возникших новых осколков может сделать околоземное пространство совершенно непригодным для запуска как новых спутников, так и для использования уже существующих спутников. Известный американский астрофизик и блогер Джонатан Макдауэлл написал, что действия России были бездумными. Впрочем, как и действия Китая в 2007 году, США в 2008 году и Индии в 2019 году. Противо-спутниковое испытание, которое порождает огромное количество космического мусора, это плохая идея. И это не должно больше повториться. В этот раз ситуацию осложнило то, что потенциально возможная орбита образовавшихся обломков практически совпадала с орбитой МКС. Согласно отчету BBC, обломки распределились на высоте от 440 км до 520 км над поверхностью Земли, тогда как МКС сейчас находится на высоте 408 км. Сейчас экипаж МКС снова вернулся в рабочий режим и в ближайшее время станции ничего не угрожает. Однако пройдут годы, прежде чем обломки сбитого спутника попадут в атмосферу Земли и сгорят. Зачем было проведено это испытание ясно и без разъяснений. Россия продемонстрировала свои возможности. Но лично мне очень хочется, чтобы космос использовался в мирных целях, а не как политическая арена. На этом все, оставайтесь с нами и мы будем держать вас в курсе самых интересных космических событий.